Отель «Интерконтиненталь» в Алматы два дня был заполнен молодежью. Студенты собрались здесь, чтобы рассказать о своих социальных и бизнес-проектах в рамках программы «Энактус». Один из наших проектов является вот такой вот школьный глобус. Себя вообще представляет вот такую бумагу, которую ученик вырезает, склеивает, и сам в дальнейшем получается такой вот глобус. Вообще плюсом является то, что он делает своими собственными руками. «Энактус» – один из немногих студенческих чемпионатов, где оцениваются не идеи, а конкретные дела. Темы проектов самые разные – от экологии и помощи фермерам до открытия сети автомастерских и сервиса, который помогает бабушкам искать заказчиков на вязанные вещи. В рамках «Энактус» ребята, просто используя предпринимательский подход, они делают какие-то очень важные, нужные вещи для окружающих людей. Или это близкие соседи, которые в этом нуждаются, которые, скажем, не имеют работы. Ребята объясняют, что вы могли бы использовать вот эту бизнес-модель, этот бизнес-план. Фактически этого человека они перепрограммируют уже на успех, на то, чтобы этот человек был уверен в себе, и дают ему надежду, что в жизни у него все будет замечательно. Еще одна отличительная черта чемпионата – то, что студенческие проекты оценивают руководители крупных компаний. Директора и ведущие менеджеры 50 казахстанских фирм действительно два дня были с представителями команд. Внимательно изучали все отчеты и проводили мастер-классы. Мы должны думать не только о себе и сиюминутной прибыли, мы должны думать о будущем. А что может быть в будущем? В будущем могут быть люди. И это тот самый главный ресурс и, наверное, самый дефицитный ресурс, который есть в нашей стране. Команды региональных вузов составили конкуренцию столичным студентам. Карагандинский технический, Академия Лингва, Тараский университет Дулати вышли в полуфинал. Семейский университет имени Шакарима дошел до финала. Но Кубок чемпионов достался команде Казахского аграрного университета. Она представила семь проектов, один из которых – создание транспортной компании – поразил всех. Объехав точки сбора водителей, мы выяснили, что они целыми днями простаивают на улице и не всегда бывают постоянные клиенты. Мы решили им обеспечить постоянный приток клиентов при помощи контекстной рекламы – это Google AdWords и Яндекс.Директ. И решили привлечь клиентов также через социальные группы в сети интернет. Успехи были подотворны. На данный момент мы обслужили более 500 клиентов, заработали более полутора миллиона тенге. Команда аграрного университета будет защищать честь Казахстана на чемпионате в Пекине.